Доброго времени суток, дорогие коллеги. С вами Татьяна Курячая. Итак, мы продолжаем наш курс «Трансформация себя в MLM бизнесе». На предыдущем занятии мы с вами рассмотрели методы рекрутинга «Оффлайн» и «Онлайн». И у вас было домашнее задание отметить те пункты и те методы, которые вы применяете в своей деятельности. И отметить те методы, по которым нужна вам дополнительная информация и вам необходимо дополнительное обучение. Огромная благодарность всем тем, кто написал мне отчеты по предыдущему уроку. По этим отчетам я вижу, что для кого-то были новые методы, то есть незнакомые, а для кого-то это было как напоминание. И очень много людей, которые написали, что они уже используют эти методы, и на самом деле они дают ему шикарные результаты. Те, кто не написал мне отчеты, я прошу обязательно написать. Для чего это нужно? Когда вы пишете отчет, вы больше это делаете не для меня, а для себя, потому что вы фиксируете конкретные пункты, конкретные моменты, которые необходимы вам, которые меняют ваше мышление. Когда вы пишете отчет, это своего рода план ваших действий. И еще огромная просьба. После каждого урока обязательно нужно это применять в деятельности. Если вы только обучаетесь, если вы только пишете отчеты, но ничего не применяете, тогда толку будет ноль. Сразу говорю. Потому что именно лидерский подход, а вы помните, с первого урока мы говорили, наблюдатели или лидерские. Те, кто не применяет, они обратно возвращаются в позицию наблюдателя. Они уходят от позиции лидерского подхода. Итак, я жду от вас отчетов, я жду от вас именно описаний, как вы применили, что у вас получилось, что у вас не получилось. Для меня это очень важно, потому что, когда вы пишете мне, то я вижу, что необходимо дать вам дальше, что в перспективе я могу какой урок записать. Поэтому, пожалуйста, напишите или в электронную мне почту, или найдите меня в соцсетях и напишите там, как вам будет удобнее. Вы точно так же можете написать в комментариях под этим видео. Итак, мы приступаем к новому уроку. Новый урок у нас называется «Фундаментальные правила». Для многих это, наверное, очень странное какое-то название. Но вы, когда я начну это раскрывать, вы поймете. Потому что, когда вы принимаете определенные правила для себя, то вы понимаете, что эти правила, ну знаете, как вот, который, это как пункт, который, я скажу по-другому. Когда вы принимаете для себя определенные правила, то вы стараетесь им следовать. Соответственно, вы придерживаетесь этих правил. И, соответственно, ваша эффективность растет. Итак, фундаментальные правила. Очень рекомендую не просто смотреть урок. Очень рекомендую обязательно завести тетрадь. Если вы еще не завели, то заведите ее. Просмотрите заново все уроки. И обязательно начните работать в ней. Потому что есть моменты, которые вам полезны будут. И то, что... Знаете, как я обучаюсь? Когда я обучаюсь через интернет, или когда я обучаюсь, просто езжу на какие-то семинары, или какие-то курсы. Когда я еду обучаться, я обязательно беру с собой одну или две тетради. Что я делаю? Я делаю пометки, которые очень важны для меня. Может быть, это будет чисто, вот знаете, как тезисами. Но зато, когда я потом беру эту тетрадь, а у меня огромное количество тетради после моих обучений, и благодаря этому я уже понимаю, о чем шла речь. Я вспоминаю это. Поэтому обязательно фиксируйте. Итак, самое важное, первое правило, которое вы должны запечатлеть себе. Это первое. Одержимость целью. Одержимость целью. Что же это такое? Вообще, я очень благодарна Борису Марковичу Островскому, когда мы приехали к нему, и у нас была определенная проектная сессия, то он цель разбил на три пункта. Эти три пункта – это цели определения, цели полагания и цели удержания. И давайте с вами рассмотрим каждую из этих целей. Цели определения. Здесь записывать я не буду, я просто зачитаю вам. Цели определения, когда вы определяетесь со своей целью. Когда вы определяетесь, что именно вы будете достигать. Куда именно вы будете идти. И вот три момента, которые очень важны в цели определения. Это жгучее желание. Потому что если вы придумали какую-то цель для себя, или кто-то вам навязал цель, вы не будете идти к ней. Потому что это не ваша цель. Это не для вас. Оно не настолько для вас важно. Поэтому должно быть обязательно жгучее желание. Второе. Цель должна быть как большая необходимость. То есть вот вы понимаете, что если вам это очень нужно, то вы обязательно туда пойдете. Если, предположим, вот пример какой-то, вам необходимо купить продукты. Если вы не купите продукты, я вот на простых примерах, то тогда вам нечего будет есть. Вам нечем будет кормить семью. Соответственно, цель, необходимость должна быть очень сильная. Большая необходимость. И третий момент. Задайте себе вопрос. Ваши цели, которые вы определили для себя, что с вами будет, если эта цель не состоится? Если вы ее не достигнете? И здесь я записала так. Не сможете спокойно жить, если не достигнете этой цели. Вот тогда действительно это та цель, ради которой вы будете делать. Вот над этим надо поработать. Второй пункт. Второй важный пункт. Это цели полагания. То есть вы определились с целью. Вы определились. Как только вы определились, ее нужно положить на план. Цель нужно расписать. Что такое цель полагания? Это определиться со стоимостью вашей цели. Потому что, помните, мы с вами говорили, у каждого желания, у каждой цели есть своя цена. Ну, даже чтобы быть здоровым, нужна определенная цена. Чтобы, например, сделать себя красивой, нужна определенная цена. Если это какая-то вещь, нужна определенная цена. Первое. Определиться со стоимостью вашей цели. Сколько она стоит. Сколько вешать в граммах. Второй пункт. Определиться со сроками. Потому что, если вы просто пожелаете «хочу машину», ну и хотите себе на здоровье, очень важно понимать, к такому-то сроку мне необходимого то-то, то-то. Определиться со сроками. Третье. Расписать по квалификации, которая может дать вам возможность достижения этой цели. Я не говорю про квалификации. Помните, мы с вами вначале разговаривали. Мы говорили с вами о том, что желание, оно только будет вами двигать. Но ее нужно положить на цель. То есть определиться конкретно, что вам необходимо. Что в этом году вам необходимо. И тогда уже необходимо вот это разложить по квалификациям. Какая вам квалификация нужна? Старшего лидера, вице-директора, директора, драгоценного директора. Если у вас цель очень много стоит, и вы понимаете, что квалификация вам необходима как минимум золото, если у вас нет данных на этот год, то вы должны четко понимать, что работать надо будет гораздо сильнее, чем вы работаете сейчас. Поэтому обязательно пропишите квалификационно именно эту цель. Распишите ее. Я вам до этого давала, что помните, начинаем снизу и пошли вверх. Сколько должен быть прирост. Следующее – это цели удержания. Цели удержания. Очень у многих, не у всех, но очень у многих есть такая проблема. Цель? С целью определились. Распланировали ее, но наступает момент, что начинаются сложности, начинаются трудности, и удерживать цель не могут. Почему это происходит? Потому что, помните, во-первых, нету одержимостью цели. Во-вторых, помните, в самом начале я говорила, она не ваша, она вам навязана, или вы ее себе придумали. Недавно одна девушка мне рассказала такую историю, и я ей благодарна очень. Ее подруга мечтает о бриллиантовом колье. И они были на определенном клубе, и там один мужчина ей говорит, «Определитесь, зачем вам нужно это бриллиантовое колье? Скажите, ваш уровень жизни соответствует бриллиантовому колье или нет?» «Нет, не соответствует», – сказала эта девушка. «А тогда, куда вы будете одевать это бриллиантовое колье? И сможете ли вы его одевать на работу, где вы работаете, например, на станке?» «Зачем вам это бриллиантовое колье?» Девушка встала в стопы. «Ну, мне нравится», – она сказала. И очень важно понимать, что девушке этой необходимо не не бриллиантовое колье. Ей необходимо изменение ее уровня жизни. Потому что она прекрасно понимает, что если будет бриллиантовое колье, соответственно, она будет на определенной машине ездить, она будет жить совершенно другой жизнью, она будет позволять себе гораздо больше, она будет ходить куда-то. То есть очень часто мы ставим себе цель, которая не то что недостижимая, она не отражает того истинного, вот важного, которое будет нами двигать. И одержимость проходит, и цель удержания проходит. Поэтому что же необходимо здесь сделать? Если вы правильно поставили цель, определились с ней, правильно ее расписали, чтобы удержать, нужно делать больше, чем вы запланировали или хотите сделать. То есть каждый день старайтесь сделать больше, улучшить, ускорить, чтобы быстрее это достичь. Даже если вы запланируете на год, старайтесь планировать больше на день. Потому что обязательно будут какие-то ситуации, форс-мажорные обстоятельства, которые отодвинут вашу цель на один день, на два дня, на три, на пять, на неделю. Если вы будете писать больший план на день, то тогда вы однозначно сделаете вот этот минимум, который приведет именно к вашей правильной цели. Второе. Каждый день делайте шаги. Каждый день. Если вы не будете для своей цели делать каждодневные шаги, у вас не будет отработка навыков, у вас не будет приближаться ваша цель. Еще есть такой момент. Люди очень часто прописывают на каждый день план. Я это просто знаю не понаслышке. Даже самостоятельно я так делала. Я поэтому говорю, что очень важно не просто прописать, а обязательно его выполнять. Если вы в один день не выполнили, например, 10 пунктов из 20, которые вы написали, то ваши 10 пунктов переваливаются на следующий день. А там 20 и плюс еще 10, которые вы не выполнили. А если вы на следующий день не выполнили 20 пунктов, а у вас уже было 30, соответственно, из этих 20 пунктов у вас перекладывается на третий день. И начинается день сурка. И вы просто не можете удерживать цель, потому что вы упустили эту возможность. Следующий пункт. Разбейте на этапы и не отступайте никогда. Именно одержимость целью... Очень тяжело бывает держать цель. Но очень важно понимать, что когда вы получите то, о чем вы мечтаете, когда вы это достигнете, вы не просто начнете себя уважать. Вы на самом деле измените уровень своей жизни. Это у нас по поводу одержимости целью. Теперь, следующий пункт, следующее правило, второе. Второе правило это постоянно стройте первую линию. Стройте, пополняйте, то есть подписывайте людей в первую линию. Постоянно стройте первую линию. Не нужно ее строить. Знаете, как, например, миллион человек подписали и не знаете, что с ними делать. Зачем нужно строить первую линию? Очень часто к нам в структуру приходят люди, которые заявляются на построение бизнеса. Мы на самом деле очень рады, очень... Я про себя говорю. Я очень рада, что ко мне такие люди приходят. Я очень рада, что они заявились. Я понимаю, что у них есть цель. У них есть желание достичь что-то. Но когда они натыкаются на момент, что им нужно делать это самостоятельно, что я не буду просто за ручку вести, что я могу научить, обучить, подсказать, я могу ответить на любой вопрос, но это не значит, что я буду за них делать. Они начинают просто, ну, извините за выражение, сдуваться. Но есть еще такой момент. У меня приходит большое количество людей, которые не заявляются на бизнес. Они приходят на интерес. И они начинают работать гораздо больше, чем те, которые заявились. Очень часто мы не всегда можем определить тех людей, которые пришли к нам в структуру. И первая линия, она, во-первых, вам дает возможность постоянного, высокого дохода, точнее, объемной скидки, точнее, именно вот премиальные, которые выплачивает компания. Ну, их можно по-разному назвать. Называется объемная скидка. Многие просто не понимают, что такое объемная скидка. Но, в любом случае, ваш доход от структуры будет намного выше, если у вас первая линия есть, а не просто, например, вы подписали 5 человек и только с ними работаете. Потому что, если это лидеры, и они у вас вырастут, у вас не будет бокового объема, который даст именно ваш доход. Но есть еще другой момент. Из этих вам не с кого будет выискивать. Поэтому, что значит первую линию? Из этой первой линии вы сможете выявить лидеров. И этим нужно постоянно заниматься. Нужно постоянно делать, выявлять тех людей, которые могут встать в лидерскую позицию. Это вы можете посмотреть первый урок и второй урок. Там есть замечательные вопросы. Вы можете их задать в своей первой линии. Вы тогда поймете на самом деле, что лидерская позиция у человека или нет. Второй пункт. Передавайте им свои знания. Если вы их просто зарегистрировали, подписали, по-другому называется. Потому что, если вы их просто привели в свою структуру, но ничего им не даете, ничему не обучаете, значит, тогда не будет результата, и вы не достигнете той цели, и получится, что цель удержания будет нарушена. Следующий пункт. Укрепляйте их позиции. Что это значит? Значит, в начале, в первое время, очень важно делать тренинг совместного действия с вашими людьми. Если вы с ними этого не делаете, им будет очень трудно. Есть, конечно, такие, которые самостоятельно делают очень много, но вы должны их поддерживать, должны подсказывать, должны с ними анализировать, с ними планировать. И очень хорошо бы было бы, если бы вы показывали на собственном опыте, как это надо делать, чтобы, понимаете как, научить просто очень сложно. Когда вы показываете, то ваш лидер видит. Я просто-напросто в определенный момент, оффлайн, с людьми выходила вместе на соцопросы, выходила вместе на рекрутинг, выходила вместе на раздачу каталогов. Но это не значит, что я каждый день с ними ходила. Один раз показала, дальше они уже делали самостоятельно. Поэтому укрепляйте их позиции, чтобы они точно так же повторяли ваши действия и приводили в первую линию к своим. Это будущие ваши партнеры и ваши директора. Третье правило. Третье правило. Наращивайте второе и последующее поколения. Наращивайте. Второе и последующее. Что это значит? Обязательно обучите своих консультантов, чтобы они регистрировали в глубину, чтобы они выстраивали свои структурки. Если у вас не будет второго, третьего, четвертого, пятого, шестого поколения у ваших людей, то на одной первой линии вы будете как станочники. Понимаете, про что я? Укрепляйте позиции. Когда вы помогаете и укрепляете позиции своих консультантов, когда вы им рассказываете, помогаете, объясняете, что нужно не просто регистрировать, но и обучать, и продвигать. Если вы даете определенные знания, благодаря которым они могут это делать, то ваши позиции укрепляются. Первое. Создайте фундамент для своего бизнеса и для своего роста. Если у дома не будет фундамента, не будет вырытка от клаван, и в нем не будет фундамента, а просто на землю поставить, выстроить дом, он в определенный момент упадет. Должны быть опоры. Вот ваши люди, ваши лидеры, ваши партнеры, это ваши опоры. Но важно, смотрите, наращивайте второе поколение. Создайте фундамент своей структуры. Что я имею в виду? Если вы научите людей расти и развиваться, если вы на их интересах сработаете, что они достигнут своих целей, то тогда это действительно будет вашим фундаментом, вашего бизнеса. Но это еще будет фундаментом их бизнеса. Потому что они смогут получить максимальное количество денег, и они смогут добиться своей цели. Что необходимо делать? Первый пункт – создайте фундамент. Второе – начните с пяти лидеров. Есть такая методика – очень трудно работать с большим количеством людей. Большое количество первой линии нужно, но выберите именно пять лидеров и начните с ними. Потому что это гораздо проще, вы сможете действительно воздействовать на них. Даже знаете как? Вот у военных есть правило, что, например, самый вышестоящий, я не знаю, как там называется, майор или кто, у него в подчинении пять. Пять людей. Именно ими он может управлять. Управлять можно только пятью людьми. Большим количеством управлять сложно. Их можно направлять, их можно учить. Но должны быть люди, пять лидеров, которые будут работать со своей структурой самостоятельно. А вы только будете обучать их этому. Следующее. Укрепите их, этих лидеров. Помните, о чем я говорю? Глубину, чтобы у них образовался фундамент. И когда вы поймете, что они укрепились, уже двигаются, уже самостоятельно делают действия, только обращаются к вам за какой-то помощью, за подсказкой, за рекомендациями, а как сделать здесь, а как сделать здесь. И они уже настроены и двигаются самостоятельно. Наберите следующих пять. И тогда вы будете понимать, что у вас выстраивается квалификационный рост. Потому что кто-то из лидеров дойдет до определенной планки и дальше не двинется, а кто-то начнет расти выше и выше. И соответственно, ваши квалификации начнут расти. Стабильно растущие структуры, это когда вы найдете таких, как вы. И сделайте их партнерами. Очень важно дублицировать себя. Очень важно, есть такое слово, клонирование. Если вы найдете таких лидеров и будете их клонировать, и будете передавать все, что вы знаете, то тогда эти люди будут вам благодарны, и они самостоятельно начнут работать. Давайте к следующему перейдем. К следующему правилу. Итак, четвертое правило. Четвертое правило это. Помните, лидеры других компаний готовы рассматривать другие проекты. Лидеры и не только лидеры других компаний готовы рассматривать, сокращенно напишу, другие проекты. Что значит другие проекты? Дело в том, что хоть и человек работает в другой сетевой компании, он реально готов рассматривать другие сетевые компании. Если этот человек понимает, что его что-то не устраивает в его компании, то здесь очень важно к нему правильный подход найти. Смотрите, что необходимо сделать. Сравните маркетинг-план в нашей компании и другой компании. Сравните в товарообороте, в баллах, в выплатах. Ну, там огромное количество моментов, которые можно рассмотреть. Найдите, чем Фаберлик выгоднее для них, для тех, кто в других компаниях. Какие преимущества именно в Фаберлик есть такие, которых нету в другой компании? Покажите эти преимущества лидерам. Если вы найдете лидера в других компаниях и покажете ему все преимущества, что он получит от этого, что он может получить, делая те же самые действия, но у нас это, например, я не буду говорить сейчас об этом. Это огромная большая тема сравнения. Если вы правильно преподнесете информацию и правильно, корректно поговорите с другими консультантами других компаний и с другими лидерами, не навязывая и не споря с ними, а показывая на сравнении, то человек действительно может задуматься. Я здесь напишу несколько пунктов. На что можно обратить внимание? Идеология. Идеология. Действительно в разных сетевых компаниях разная идеология. И есть люди, которые с удовольствием придут на нашу. Второе. Выгоды. Выгоды в сравнении. И третье. Это доходы. Очень часто бывает, я сталкивалась с этой ситуацией, когда, например, доход другого из другой компании лидера устраивает, то есть ему нравится, сколько он там зарабатывает. Выгоды ему нравятся, но идеология не устраивает. То есть, понимаете, свой-чужой, помните, мы с вами говорили. И вот здесь вот можно действительно сравнить и корректно поговорить, не навязывая. Обязательно об этом подумайте. Следующее правило. Следующее правило. Пятое. Проработайте свой имидж. Свой имидж. Сейчас мы с вами рассмотрим, в каком направлении нужно проработать свой имидж. Поднимите свою самооценку. Если на вас будет красивый наряд, если вы будете замечательно выглядеть, ухоженный, но если ваша самооценка будет ниже плинтуса, никто вас не воспримет. Поэтому поднимите свою самооценку. Мы с вами говорили об этом на первом занятии, на первом уроке. О том, что вам дал Фаберлик. Уверенность ваша должна быть. Понимаете, о чем я? Вы должны уважать себя за свои достижения. Я здесь рекомендую. Заведите книгу своих достижений. Книга достижений. Обязательно записывайте даже самые маленькие свои достижения в эту книгу. Вы потом увидите, и ваша самооценка вырастет, что на самом деле вы намного больше достигаете, чем вам кажется. Потому что, ну вот, вот, очень хороший опыт, мы это делали, и замечательно срабатывает. То есть, очень важно поднять свою самооценку. Второе. Одежда должна отражать вашу целеустремленность. Если вы одеваете какую-нибудь вязаную кофточку, а она вообще не соответствует никакой целеустремленности, или что-нибудь вот такое мягкое и пушистое, как, знаете, как некоторые одевают какие-то вещи, такие, которые смягчают, вот как женственность, и идут на бизнес-встречу. Забудьте это. Вот нежность и воздушные вы должны быть с любимым мужчиной, или на каком-то торжестве, или празднике. У вас отражение вашей сущности должно быть. Одежда должна быть или деловая, или деловой костюм. Вы должны чувствовать в этом себя комфортно, уверенно, чтобы вас люди воспринимали. Запомните такое правило. В течение пяти секунд вас считывают. И если ваша одежда не будет соответствовать бизнес-встрече, грош цена вашей работе, бесполезно, чтобы вы даже умные вещи бы не говорили какие-то, даже если вы прекрасное что-то будете говорить, вас не воспримут, потому что ваша одежда должна быть соответствующей. Категорически нельзя джинсы. Я не говорю про мужчин. У мужчин немножко другое. Но лучше, чтобы это был костюм. Потому что вас будут воспринимать как делового человека. Если в вашей одежде нет делового стиля, или смешанное, добавленное что-то делового, тогда и не будет восприятия. Третий пункт. Будьте приветливы, терпимы и корректны. Это очень важно. Потому что разные люди, все разные. И каждый человек действительно по-своему живет, по-своему смотрит на этот мир. И если вы будете навязывать ему свою точку зрения, спорить с ним, и не будете корректны к его желаниям, то грош цена вашего имиджа, они скажут, какая-то скандалистка. Или скажут, какая-то вообще, ну вот дура-дура. Простите меня за такое сравнение. Будьте корректны. Если вы хотите, чтобы вас уважали, чтобы вас уважали ваше мнение, уважайте мнение другого человека. Даже если оно не соответствует вашему мнению, будьте корректны. Это его выбор. Если он не соглашается, если он не хочет, это его выбор. Не закрывайте дверь. Вежливо попрощайтесь, и идите к следующему. Многие из вас, наверное, слышали такую фразу. Да, нет, следующий. И многие не понимали, наверное, что значит это. Вы говорите всем своим видом. Да, а человек вам говорит нет. И вы идете к следующему. Но это не значит, что нужно вот, он такой, секой, да вот он такой. Очень корректно. Следующее правило, которое необходимо запечатлеть для себя. Шестое. Продвигайте идею сетевого маркетинга. Идею сетевого маркетинга. Когда, я уже об этом тоже говорила, но еще раз скажу, когда мне сказали, что мне нужно положить, поставить файл в голову, как флешку в компьютер, в фаберлик, и только тогда я смогу продвигать идею сетевого маркетинга, я очень долго над этим работала. И у меня было, знаете как, я вроде знаю, что это здорово, и доказывать начинаю, и спорить начинала, когда мне люди говорили нет. Но важно другое. Если у вас есть уверенность, если вы корректны, если вы воспитаны, и вы точно понимаете, о чем вы говорите, тогда никто с вами спорить не будет. Вас будет слушать заинтересованно. Если у вас есть такая проблема, что вы не знаете, как продвинуть именно идею сетевого маркетинга, то обязательно прочтите книги. Их огромное количество, но я рекомендую определенные. Вы увидите там вообще принцип подхода к деятельности. Запишите. «Десять уроков на салфетке». Шикарная книга. Она тяжелая, но она четко показывает, что необходимо, в каком стратегическом движении, что необходимо делать. Прочтите ее. Если вы ее читали, мне сегодня мой вышестоящий наставник порекомендовала, я полгода назад ее перечитывала, сейчас вообще опять займусь за эту книгу. «Десять уроков на салфетке». Следующая книга. «Гении и аутсайдеры». «Гении и аутсайдеры». Следующая книга. «Бедный папа, богатый папа». С этой книги я начинала, как только пришла в сетевой маркетинг. Благодаря этой книге я поняла, что я на самом деле хочу быть именно в сетевом маркетинге и действительно хочу добиться здесь цели. Следующая книга. Это «Квадрант денежного потока». Кстати, по поводу «Бедный папа» и «Квадрант денежного потока» наша компания «Фаберлик» выпустила эти книги и они у нас есть, их можно прочитать, их можно заказать через интернет. Если вы не знаете, как заказать, просто наберите книга и тогда у вас в заказе выйдут все книги, которые есть от компании «Фаберлик». И именно эти вы сможете изучить. Прочитайте эти книги. Тогда вы будете понимать, как продвигать идею сетевого маркетинга. Седьмой пункт. Седьмое правило. Седьмое. Примите фундаментальное решение. Что значит принять фундаментальное решение? В любой ситуации, когда вы, например, выходите замуж или женитесь, вы же принимаете фундаментальное решение. Вы определяетесь, действительно ли вы хотите выйти замуж или жениться. Правильно? Когда вы определяетесь, родить ребенка или не родить. Правильно? Вы принимаете фундаментальное решение. Вы четко понимаете, если я это сделаю, значит, действительно, мне с этим всю жизнь жить. Когда вы, например, покупаете машину, это большая стоимость. Фундаментальное решение? Правильно. Вот в деятельности достижения своей цели очень важно принять фундаментальное решение. Давайте рассмотрим пункты, что относится к этому правилу. Первое. Какую цену вы готовы заплатить, чтобы достичь цели? Иногда это инвестиции денежные. Иногда это, не иногда, однозначно точно, это временные инвестиции. Сколько времени вы готовы вложить в свою цель, в достижение, сколько времени вы готовы вложить в деятельность, чтобы достичь своей цели? От чего вы готовы отказаться? Очень важно отказаться от чего-то. Очень важно понимать, что вы жертвуете этим. Это не значит, что вы должны отказаться от семьи, но вы должны понимать, что вы готовы отказаться, например, от просмотров, фильмов, или от просмотра, например, телевидения, от лишних разговоров, огромное количество, под этим видео у вас будет вложено 30 ловушек времени. Вы обязательно распечатайте себе и отметьте те ловушки, которые у вас есть. Я уже это давала, но я все-таки сделаю этот файл, чтобы вы посмотрели. Вот именно от этих пунктов необходимо отказаться. Может быть, почастично, но все-таки это сделать. Второе. Воспринимайте свою деятельность в МЛМ как нормальную работу. Если вы не будете воспринимать сетевую деятельность как работу, то тогда о какой цели может идти речь? Я вот хочу вас к этому привести. Сетевой маркетинг – это нормальная, определенная работа, в определенном направлении, но это работа. Когда вы ходите к себе на работу, вы, например, приходите, принимаете правила и принимаете условия именно работодателя или этого предприятия, вы принимаете, что вам нужно отработать 8 или 12 часов, а иногда и сутки. Правильно? Вы почему-то, ну, даже если вам не нравится, вы понимаете, вам нужно это сделать для того, чтобы получить определенный доход. Вот сетевом – это то же самое. Воспринимайте это как работу. Когда вы будете, начнете воспринимать сетевой маркетинг как работу, то тогда у вас не будет стоять вопросов, а надо ли это делать, а хочу ли я это делать, а может не делать, а может быть делать. Ну, тогда не стремитесь к каким-то доходам и не ставьте себе цели, закрывайте это видео и оставайтесь в позиции наблюдателя. Следующий пункт – стопроцентное включение. Вы должны обязательно понимать, что если вы стопроцентов не включаетесь в достижение своей цели и не делаете все действия, которые могут помочь вам привести к вашей цели, вы извините. Тогда не нужно говорить, что там наставник плохой, или, например, компания что-то не так делает, или я вообще сетевой не люблю и все остальное. Это вы так выбрали. Если вы выберете, например, включение на 20%, ну, тогда на 20% вы и получите, и достигнете своей цели. Если вы выберете на 50%, ну, значит, на 50% вы получите. Если бы вам сказали, извините, такой пример, у вас родится ребенок, а вы же 100% включаетесь в то, чтобы родился этот ребенок. Или вы будете довольствоваться 20% ребенка. Ужас какой-то. Почему, когда нас касается чего-то личного, вот жизненных каких-то ситуаций, мы на 100% включаемся. А если вы выходите замуж, вы хотите, чтобы ваш мужчина был с вами 100%? Ну, я не имею в виду вместе, а чтобы он действительно вам давал, с вами что-то планировал, чтобы было включение семья на 100% или на 20%. Почему, когда что-то касается личного, мы на 100% хотим? Как только касается того, чтобы достичь что-то, и что-то необходимое делать, тут сразу лень матушка рождается. Поэтому определитесь. Я вам точно говорю. 10 часов работы. Если взять, убрать, что это сетевой, 10 часов работы, предположим, на станке. Вот я была оператором станков программного управления. И я точно знаю, что если я 10 часов работала бы, ну вот когда, если я работала 8 часов, и все 8 часов работала, то я делала гораздо больше деталей. Если бы я работала час или два, я бы сделала меньшее количество деталей. И, соответственно, я меньше бы получила. Поэтому определитесь, сколько часов вы будете работать. Вот это следующий пункт. Каждый день должно быть не менее 6 или 8 часов. Если вам 8 часов в накладной, и у вас есть параллельная работа, то тогда используйте метод работы в трех метрах. Обязательно, если вы работаете 4 часа, то обязательно эти 4 часа отрабатывайте полностью. Пока не закончите, не уходите. Но лучше, если вы действительно будете делать полное включение, как на нормальной работе. А остальное время вы будете отдыхать. В нашей компании есть такой человек, и я никогда ее не забуду. То есть я всегда о ней вспоминаю, когда мне становится, например, лень. Она приехала из другой страны. Там она имела очень высокий вес. А когда она приехала в Россию, ну, так сложилось. У нее ничего не было. У нее не было ни квартиры, ни денег. У нее было трое детей. Муж, который не зарабатывал. И ей, вот, кровь из носу. Ей нужно было кормить семью, поднимать детей, покупать квартиру и все остальное. Вы не поверите. Она вставала в пять утра, потому что ей было неудобно и стыдно клеить листовки. И она с пяти до семи утра расклеивала листовки, чтобы ее никто не увидел. А потом делала другие действия. Она целый день работала. Когда она приходила домой, она ложилась в три часа ночи. Я не призываю вас работать в таком темпе. Но я точно могу сказать, что этот человек за три месяца открыл квалификацию директора. За следующие три месяца он открыл квалификацию серебра. И за следующие три месяца он открыл квалификацию золота. Потому что у нее было стопроцентное включение. И она не могла себе позволить что-то другое. Она просто понимала, что если она это не сделает, ее дети будут голодными. И им жить будет негде. Определитесь со своей целью. Смотрите, следующий пункт. Оттачивайте свои навыки. Станьте профессионалом. Если не будете каждый день, в течение 21 дня оттачивать каждый метод, который вы выберете для своей деятельности, прошлое занятие, смотрите, то тогда у вас не отработается навык. Вот помните, я все время говорю, я рекрутирую левой ногой. Ну, это мои консультанты говорят. Это не я, это мой консультант. Сейчас мой лидер, мой директор, Титова Дарья, она мне говорит. Она раньше, когда она со мной, я ей показывала действия, она говорила, ты рекрутируешь левой ногой. Мне было это забавно. На самом деле, настолько точные действия, настолько навык приобретенный, что я уже не задумываюсь, что говорить и как говорить. Я не задумываюсь, автоматически это делаю. Поэтому обязательно нужно отрабатывать. Восьмое правило. Восьмое правило. Ведите за собой людей. Что значит вести за собой людей? Вы понимаете, что если вы в лидерской позиции, то за вами люди пойдут. Но очень важно учитывать несколько пунктов, как вести за собой людей. Первое. Пример для подражания. Вы должны быть примером для подражания. Если вы своих людей обучаете действиям, что нужно делать, и какие методы приходят, и какие результаты должны получить, а сами этого не делаете, они не будут повторять. Они будут повторять ваши действия. Как бы вы ни хотели, на нас люди приходят, на каждого человека приходит определенный человек. И он смотрит, что делает его наставник. Следующий пункт. Уберите все оправдания. Забудьте об оправданиях. Потому что, если вы придумываете себе оправдания, не смогла, не захотела, или вы там, ну, вы точно на самом деле не смогли и не захотели, но придумали целую кучу оправданий, ваши консультанты будут придумывать точно так же оправдания, и вы поведете их не в ту сторону. Третий пункт. Определите правила. Определите для себя определенные правила. Вот сейчас я вам даю фундаментальные правила. Определите для себя определенные правила. Огромное количество людей, которые приходят в сетевой, знают это правило. Но только единицы его повторяют. Какое же это правило? Вы приводите как минимум 5 человек. Правильно? Каждый период, или каждую неделю. Лучше каждый период. И они делают или 50, или 100 баллов. Возьмите себе за правило каждый период делать это. Если вы будете это делать, каждый период вам будет о чем говорить. Соответственно, вот эти ваши люди, они будут вас повторять. Они будут приводить по 5 человек. И будут включать их в стартовую программу в 50 баллов. Или в 100 баллов. Если вы это делаете, то вы им расскажете, что никаких проблем в этом нет. Как сделать 50 баллов или 100? У вас есть уже опыт. И вы можете сказать, это не сложно. Да, придется поработать. Придется потрудиться. Придется вложиться. Но в любом случае вы им расскажете, что это реально. И они тогда начнут вас повторять. Что произойдет дальше? Следующий этап. Следующие все поколения, второе, третье, пятое, они следующие будут точно так же приводить по 5 человек. По 50 баллов и по 100 баллов. Домашнее задание. пропишите пожалуйста себе, что произойдет, если 5 ваших человек, каждый приведет по 5, а эти 5, каждый по 5. Это 1 плюс 1, практически та же самая таблица. И если все будут по 50 баллов делать, просчитайте, пропишите себе, нарисуйте, вот эти кругляшочки, нарисуйте, что у вас произойдет в структуре и просчитайте это пожалуйста. Вот это вот. До шестого поколения. Вы будете очень приятно удивлены. И распишите это по периодам. То есть период сделали, второй период сделали. Вы увидите, сколько придет людей к вам, вы увидите, сколько будут делать они баллов, и вы увидите, как ваши лидеры, 5 человек, начнут развиваться и расти. И обязательно, самое важное, начните это делать, пропишите и начните это делать. Следующее правило. Девятое правило. Структурные собрания. собрания. Их огромное количество, я просто так назвала структурные собрания, то есть это значит, вы собираете свою команду, собираете своих консультантов, ваши лидеры приводят своих консультантов, и вы обязательно проводите это. Это обязательно. Первое. Обучение команды. То есть есть у вас команда 5 человек, вы их обучаете. Обучаете их и обуч... Следующий этап. Следующее обучение обучайте их обучать, чтобы они начали передавать и так же, как вы начали делать обучение. И совместное планирование. Обязательно с лидерами нужно совместно планировать, обязательно необходимо с ними прописывать действия, которые они будут делать, для того, чтобы им было проще, потому что им вначале тяжело. Но начните это делать сами. Структурные собрания, они могут быть и уроками, и семинарами, и курсами, и обучениями, и презентациями. Все, что вы будете делать со своей структурой, я это назвала одним словом структурное собрание, одним словом, хотя там огромное количество пунктов, огромное количество мероприятий. Если вы будете это делать, то ваша команда, ваши консультанты будут на вас равняться. Они будут понимать, что они хотят за вас держаться, потому что вы знаете очень многое. А потом они начнут вас повторять. То есть пойдет клонирование, пойдет продвижение вашей идеологии, того, что вы делаете именно со своей структурой. Десятое правило. Десятое правило. Сделайте себе вызов. Вызов. Если вам сложно иногда подняться, и где-то лень матушка на вас нахлобучивает, сделайте себе вызов. Что вы можете сделать? Определите этапы достижения. Помните, мы говорили про цель, да? Вы приняли серьезное решение, цель расписали, план расписали, и обязательно расписали это поэтапно. Потому что одно дело, вы ставите вызов, чтобы достичь этого, свои цели. Другое дело, вы прописываете по этапам. То есть вы определяете на каждый день, на неделю, на период. И если вы будете, вам туда далеко, когда вы глянете, вам будет очень страшно, сколько надо сделать, вот как я вот это написала. То есть если это будет у вас расписано по этапам, то этот вызов обязательно вы его осилите. Вы обязательно этот вызов достигнете. Смотрите, что это значит. Очень важно расписать на 30 дней. Не по периодам, а на 30 дней. Или на 90 дней. Или на 120 дней. А можно на 365. Определите, насколько вы готовы действительно держать этот вызов. Действительно цели удержания. Помните? Если вы на самом первом начальном этапе, вот сейчас, на первом пути к достижению своей цели, или вы только начали двигаться по моему обучению, применять это, не берите больших планок 365 дней. Распишите, но лучше сделать где-то на 30 дней. И расписать то, что вы будете делать каждый день. Какие шаги, какие методы вы будете использовать, сколько людей вы будете приглашать, сколько в день должно происходить. Очень важный момент, когда вы это сделаете. Потому что это будет вас мотивировать. Но это по отношению к цели. Все будет зависеть от того, какую цель вы поставите. Потому что если цели не будет, расписывать нечего. Если цель есть, определите. Если, предположим, у вас очень большая цель, тогда да, 365 дней, год. Если у вас цель однозначно небольшая, тогда на 30 дней. Или по этапам. В начале 30, потом следующие 30, потом следующие 30. Понятно, о чем говорю? Смотрите. Домашнее задание по поводу этого. Пропишите пошаговые действия. И никогда не останавливайтесь. Даже если какое-то из действий у вас не получилось, или это действие, которое вы прописали, например, рекрутинг по определенному методу, или раздача определенного количества каталогов, или определенное обучение, у вас не получилось, это не значит, что у вас не получится никогда. Вы никогда не поверите. Когда я первый раз выступала перед огромной аудиторией в компании Фаберлик, я скрестила ноги, ну вот вам не видно, вот так вот скрестила ноги, я скрестила руки, меня трясло, я всю ночь готовилась, я смотрела в тетрадь, я даже прочитать не могла, у меня руки вот так тряслись. Я боялась, даже двух слов связать не могла. Это было самое страшное и отвратительное мое выступление. Первое. После которого я боялась выйти на сцену. У меня этот опыт был. А потом однажды я просто прочитала шикарную книгу. Я прочитала шикарную книгу про сетевой маркетинг. Я даже не помню автора. Но мне так безумно захотелось поделиться с кем-нибудь тем, что я, о чем я узнала, что я попросила у своего наставника, можно, можно, вот я прочитала шикарную книгу, я ее законспектировала. Мне так хочется дать вот определенное направление, определенную тему людям. У меня моих людей нет, у меня никого в структуре нет. Можно я выступлю перед вашими консультантами? И наставник мне дал такую возможность. Я ей очень благодарна. Потому что после того, когда я выступил и рассказала о том, что мне так понравилось, о том, какие озарения у меня произошли после прочтенной книги, те люди, которые сидели в зале, они аплодировали, им очень понравилось, хотя на тот момент я, может быть, не умела правильно говорить, но мои эмоции, мои впечатления, они сыграли определенную роль. И если у вас что-то не получается, это не значит, что этого не получится никогда. Это значит, что вы не отработали навык за 21 день. И вот эти правила, 10 правил, выпишите, пожалуйста, себе на листок. Выпишите их, повесьте в то место, где вы бываете постоянно. Смотрите на них, смотрите на них и помните о них. И обязательно учитывайте при своей деятельности. Это вам напоминание того, чтобы лень уходила куда-то, чтобы цель удержания было гораздо эффективнее, чем было до этого. А теперь я вам просто дам этап одного дня. Много лет назад, много лет назад, мы были на выездном семинаре, и на выездной семинар приехала девушка, серебряный директор. Она только открыла или подтвердила, не помню, очень давно это было, квалификацию серебра. И мы ее завалили вопросами, как ты это делала? Скажи, пожалуйста, но ведь это так важно, мы тоже хотим это сделать. Мы ее завалили вопросами. И она рассказала один день из своей жизни. И то, что повторили ее люди. И сейчас я напишу вам этап одного дня. Ну, или можно назвать по-другому план одного дня. Первое. Внешний вид. Внешний вид. Я по-другому скажу. Помните, мы с вами писали имидж? Я по-другому скажу. Нужно осанку. Недавно услышала на тренинге у одного лидера, но другой компании. И безумно ему благодарна за эту фразу. Я просто влюбилась в эту фразу. Эта фраза осанка на миллион долларов. на один миллион. Очень важно, если ваш внешний вид показывает, что вы уверены. Даже если у вас этого миллиона еще нет, но вы четко понимаете, что вы практически миллионеры, что вы идете к этому миллиону, что вы действительно этого достигнете. Вот эта осанка, она дает очень многое. И очень важно выработать свою осанку. Понятно? Следующий пункт. Глаза блестят. Это когда вы идете на перед... Это подготовка перед встречей. Подготовка перед... Первый... Ну вот, собираетесь вы выйти из дома. Что необходимо делать? Глаза блестят. Вы действительно должны что-то мотивирующее посмотреть или себя смотивировать. Но если у вас есть определенная цель, которую нельзя, чтобы не достичь, то глаза у вас будут точно блестеть. Глаза блестят. Улыбка осмысленная. Смех без причины признак дурачины. Поэтому, если вы улыбаетесь, это должно быть осмысленно, а не просто... Понятно? Очень это важный момент. Третий пункт. Позитивный настрой. Позитивный настрой. Помните такой анекдот? Уууу, с таким настроением слона не продашь. Вот это про это. Вы не сможете никого пригласить, если вы будете, знаете, такой... Представляете, я бы перед вами так выступала? Знаете... Обязательно позитивный настрой. Обязательно вера в то, что у вас получится. Даже если результат будет неудовлетворительный, не такой, какой вы хотите. Это результат. Это вы, значит, отрабатываете навык. Любой результат важен. Поэтому позитивный настрой. Четвертое. План действий на день. На день. Очень плохо, когда вы встаете, например, утром и собираетесь действительно идти что-то делать, вы думаете, что мне сегодня сделать? Это или это? Может, это? А... Ну, ладно. И когда у вас нет конкретного плана, если оно не расписано по дороге, куда вы идете, что по порядку, что первое, что второе, что третье, что пятое, если у вас это не прописано, что вам нужно, какой результат вы хотите получить от этого, то вы не сможете 10-20 пунктов исполнить, о которых вы мечтаете. Вы где-нибудь зависнете, вы с кем-нибудь заговорите, и у вас не получится. Поэтому обязательно прописывайте план на день. Лучше его прописывать с вечера. Тогда вы четко будете понимать, что если вы встречаете подругу, а у вас буквально через полчаса встречи, то вы скажете, ой, люблю солнце, давай я тебе позвоню, потом у меня... О, кирдык, мне некогда. Пятый. Пятый пункт. Смотрите, теперь действие. Я прям буду красным писать. Пятьдесят листовок. Пятьдесят листовок в руки в день. В один день. Точнее, каждый день. Каждый день. Пятьдесят листовок в руки в день вы должны отдать. Неважно, какие. Я вам методы говорила на прошлом занятии. Посмотрите. Огромное количество листовок. Поэтому каждый день вы должны раздать пятьдесят листовок. Почему люблю метод работа в трех метрах? Потому что на работу вы пошли, где-то на работе вы находитесь, пошли в магазин, вы раздаете листовки между делом. Тогда однозначно вам будет очень удобно. Мы даже использовали такой метод. Мы шли вечером гулять с подругой и заодно раздавали листовки. То есть такой рацион перед сном на час. Мужья вам говорили, ну, мы пошли листовки раздадим. И заодно подышали свежим воздухом. То есть мы использовали любую минуту для эффективной нашей деятельности. Шестой пункт. Десять соцопросов. Десять соцопросов. Многие, наверное, сейчас испугаются. Как это десять соцопросов? Хорошо, объясню. Это не значит, что десять соцопросов, на которых восемнадцать людей нужно записать. Десять соцопросов – это десять контактов. Потому что бывают соцопросы индивидуальные для каждого. Вот десять соцопросов каждый день необходимо сделать. То есть с десятью людьми вам необходимо поговорить. Но когда мы обучались у Светланы и у Олега Заварухиных, нас выгоняли на улицу, на холодные контакты, у нас руки тряслись, нам давали соцопросник, на котором было восемнадцать пунктов, восемнадцать фамилий мы должны были опросить. И нам давали конкретное время. Очень было трудно. Сейчас делать десять соцопросов элементарно просто. Потому что отработался этот метод. И мои консультанты, которые используют соцопросы, метод социологического опроса, у них сразу же контакты. И у них, это знаете как, очень активный метод привлечения людей, которые живут в вашем городе. Следующий пункт. Седьмой. Десять талонов на косметический сеанс. На косметический сеанс. На мастер-класс. Это нужно каждый день десять талонов раздать. Обязательно, вот здесь обязательно, когда вы талоны раздаете, обязательно ваша задача взять телефон и обязательно установить контакт с этим человеком. И обязательно объяснить ему. Многие говорят, как же я буду брать телефон. Элементарно просто. Вы просто говорите человеку спокойно и корректно. Вы говорите, мне необходим ваш телефон. Я вам свою листовочку с телефоном отдала. То есть вот этот талончик, там есть мои данные. Вы сможете мне позвонить. Но я ваш телефон беру для чего? Потому что у меня огромное количество работы. У меня большое количество мастер-классов. И вдруг я вам позвоню, а вы не сможете. Или вы мне позвоните, а я не смогу. И поэтому телефон необходим для того, чтобы мы с вами определили, когда удобно вам и когда удобно мне. Поэтому мы с вами запросто свяжемся, мы созвонимся и однозначно определим то время, которое удобно и вам, и мне. Для этого мне необходим ваш телефон. Люди с удовольствием дают. Потому что они понимают, что вы заботитесь о его времени. Десять талонов на косметический сеанс. Обязательно, чтобы взять телефон. Восьмой пункт. Восьмой пункт. Сейчас, секундочку. Один раз в неделю. Почему вписываю сюда? Потому что это может быть первый день ваш, завтрашний. Неделю. Два объявления в газету. Два в газету напишу. Почему всего два? Больше количества не нужно, потому что это инвестиции и это очень пассивный метод привлечения людей. Мы говорили на прошлом занятии, я не буду заострять внимание. Но каждую неделю два объявления необходимо давать в газету. Девятый пункт. Девятый пункт. Десять объявлений. Помните, я говорила лапша? Это можно и на подъезды, это можно и на доску объявлений, там нужно будет обязательно заплатить. Важно десять объявлений в день. Многие говорят, как так? И мы пробовали этот метод, шикарно он работает. Берете, например, со своей командой, вас пятеро человек. Берете карту, распределяете определенную территорию, например, какой-то микрорайон по себе. А лучше даже это делать там, где вы живете. Например, рядом с вашим домом есть еще четыре дома. Или три. Вот первый день, десять объявлений вы клеите на подъезды в своем доме. Десять объявлений, на следующий день, десять объявлений вы клеите на следующем доме. На третий день десять объявлений вы клеите на третьем доме. И возвращаетесь обратно к своему. Почему? Потому что вы можете посмотреть, что кто-то уже оторвал вот эти вот отрывные лапша, вот это вот с телефончиками с вашими, интересно стало. И возможно там уже нету этой лапши. И нужно обновить объявление. Это первый момент. Второй момент. Может быть кто-то содрал. Может быть конкурент живет из другой компании в этом подъезде. Бывают дети отрывают. Поэтому очень важно вернуться. Потому что кто-то не увидел вашего объявления. Если вы это сделаете в течение недели, то обязательно большое количество людей придет в вашу структуру. Я так делаю на своем доме. У меня в каждом подъезде есть как минимум один консультант. И они в моей структуре. Благодаря вот этой лапше. Так. Десятый пункт. Давайте я вот здесь плохо уже видно. Давайте я сюда перейду. Десятый пункт. Десять каталогов в день. Если вы будете строить структуру, то ваш результат появится позже. То есть вот строя структуру, раздавая листовки, приглашая на мероприятие, ваш результат будет позже. Вы стратегически выстраиваете будущее свое. Но очень многим нужно необходимо сейчас делать личные объемы, нужны деньги. Поэтому метод десяти каталогов в день, когда вы в один день раздаете, на следующий собираете, раздаете в другое место. Он вам даст потрясающие доходы. Я не буду останавливаться на этом методе. Есть специальное обучение, у меня урок. Одиннадцатый пункт. Одиннадцатый пункт. Пять – это как минимум. Пять – бизнес-встреч в день. Бизнес-встреч. Я не говорю, привилегированных покупателей вы зарегистрировали. Я не говорю, это что вы с пятью людьми встретились за день и сказали «Вау!» и все, и одного зарегистрировали. Пять – бизнес-встреч. Что это значит? Когда вы действительно назначаете время, люди прошли через презентацию или пришли после вашего мастер-класса, у них уже есть осознание. Потому что после мастер-класса, кстати, есть такой же урок у меня, мастер-класс как вид рекрутинга. Вы приглашаете уже на бизнес-встречу, и у вас день должно быть не менее пяти бизнес-встреч. Тогда действительно, но можно по-другому сказать, пять бизнес-встреч – тридцать контактов. Тридцать контактов – это знаете как? Это прозвон по телефону, это вот соцопросы. Как минимум тридцать контактов должно быть в день. Но пять бизнес-встреч вы должны проводить. Если вы будете проводить больше – прекрасно. Но почему пять? Потому что вы не успеете остальную деятельность сделать. Каждая бизнес-встреча – это как минимум двадцать-тридцать минут. Если умножить пять на тридцать, вот это полтора часа или два часа у вас точно уйдет на людей. А иногда бывает и гораздо больше, потому что человек заинтересован, и он начинает совершенно по-другому реагировать. Двенадцатый пункт – реклама в интернете. Помните, я вам рассказывала, что есть у нас система Монстр, и вы можете включиться, потому что там большое количество бесплатных материалов, очень полезного контента, которые вы можете использовать именно для выстраивания рекрутинга в интернете. Особенно сейчас компания запустила, сейчас для директоров дали интернет-магазины. Скоро, первого числа будет для випов, а потом для всех консультантов. Поэтому их тоже необходимо рекламировать, и реклама в интернете необходима. Вот, реклама в интернете должно быть как минимум пять или десять страниц на разные запросы. На разные запросы. Но об этом вы можете узнать именно на Колурсе Монстр. Я не буду вам здесь рассказывать. Это двенадцать пунктов, как работают лидеры. Если вы это будете делать, вы однозначно очень быстро достигнете больших результатов. Потому что у вас не будет стоять вопрос, где брать людей. Потому что многие пишут, где брать людей. Да везде. Вы живете вокруг людей. Вы общаетесь с людьми. Вы же не с животными общаетесь. Поэтому вот это очень хорошо работает. Итак, домашнее задание. Домашнее задание. Распишите все, что я вам сегодня дала для себя. Начиная с цели и заканчивая вот одним каждым днем. Что вы будете делать? В зависимости от вашей цели. Распишите. Составьте план действий. Действий. Следующий пункт. И обязательно начните делать. Действуйте. Почему не даю конкретных рекомендаций? Потому что я не знаю вашей цели. Вы должны для себя установить определенную планку, которая даст вам результат. И еще есть такой момент. Услышала такой тренинг определенный. И прям хочу с вами поделиться. Попробуйте себя проанализировать. Возьмите сегодня прям вечером. Заведите на каждые 15 минут будильник. Это не я придумала. Это я услышала от одного бизнес-тренера. Тоже ему безумно благодарна. Шикарнейший опыт. Прям вот огромное спасибо ему. Запишите, пожалуйста, заведите, пожалуйста, на каждые 15 минут будильник. Как только прозвенит будильник, пропишите, что вы делали за эти 15 минут. Для достижения своей цели. Пропишите это, потому что на самом деле вы тогда поймете, что вы делаете, где упущено время, вы будете понимать, что вы неправильно делаете и что вам нужно изменить. Проанализируйте один день. Лучше это делать, конечно, каждый день. Но вообще вам нужно сделать просто этот анализ. Домашнее задание вы получили. А теперь я вам напишу то, что будет на следующем занятии. А следующее занятие будет этапы присоединения к людям. Определение субличности. На следующем уроке мы с вами будем изучать, как правильно разговаривать с людьми, чтобы действительно присоединиться к ним, чтобы они захотели с вами разговаривать. Мы рассмотрим, почему у многих есть какие-то проблемки общения и коммуникации с людьми. Потому что есть такой момент, что люди в определенный момент могут быть совершенно разными субличностями. Мы рассмотрим, что такое вообще субличность, какие виды субличности бывают, и как правильно общаться с человеком, чтобы принять эту субличность и чтобы человек на вас среагировал. Чтобы он действительно захотел от вас услышать то, что вы, какую информацию вы ему принесли. Это у нас будет на следующем занятии. Самое важное. Сделайте домашнее задание. И применяйте. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok